как зовут брат ты каком звание как вчера где был помощь и попросили на поле на перестелка не проехали туда и она между нами поехали я развернулся поехал за ней спасибо тебе за то что пытался дать им отпор страшно было не успел перезарядить у преступника все это было и граната были находился в управлении как эта стрельба началась сразу это нам находится недалеко сразу выехал на место на место там нацепить не пускать гражданских и в это время консактное ранение куда пальцем не сильно нацепило страшно было погибли друзья вы когда вас получили ранения были сознание вы успели как-то отстреливаться от них или там дальше бой столкновение продолжалось не там бастон продолжалось скоро уже до скобы оправили страшно было вчера не до этого было но вы сразу поняли что такая ситуация критическая что еще хотите так кому привет передать жалко пацана жалко погибли друзья да вы вчера были ранены куда пуля попала что это залетела со спины и пришла отсюда страшно было нормально да на адреналине чувство собственного самосохранения конечно у всех присутствует но старались максимально помочь гражданским что смогли вызывали в лицах вы в каком месте были все это я был в районе церкви там еще для кого-то а рядом лежащим вышли мы принимали участие вы понимали что в церкви люди находятся мы уже по ходу этой информации мы уже по ходу этой информации потому что было не ясно что так быстро молоносно переносилось с места на мысль поэтому хотел бы конечно чтобы все было чтобы вообще этого не произошло но здесь хотя бы на минимальных таких случаях но сочувствую всем Вчера после теракта поступило 13 сотрудников полиции и трое гражданских из них у двоих гражданских были не тяжелые осколочные ранения поясницу тканей они после хирургической обработки рам были отключены домой одна пациентка пока находится в стационаре и ожидает оперативного вмешательства из 13 сотрудников двое сотрудников ввиду легкости полученных осколочных ранений были отключены домой под амбулаторное наблюдение 9 пациентов пока остаются в клинике из них четырем пациентам проведено оперативное вмешательство состояние их пока стабильное но они находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении в состоянии остальных больниц средней тяжести и они будут переведены для дальнейшего лечения в соответствующие ведомства в медсанчасть МВД В настоящее время больница имеет все необходимое оборудование лекарственные препараты компоненты крови для оказания полноценной помощи всем пострадавшим при этом своевременно проведены всем пациентам оперативные пособия из чаяния находятся в реанимационных отделениях состояние их стабильное но тем не менее мы планируем провести телемедицинские консультации с федеральными центрами для оценки состояний и возможной коррекции проводимого лечения